Привет! Меня зовут Валентина, и сегодня у нас такое прям, видите, очень расслабленное видео, но с нерасслабленной темой. Часто мне пишут вопросы о том, как же поступить в музыкальную школу. И довольно-таки сейчас начинается тот период, когда вот прям май, конец апрель-май, когда стоит уже идти в музыкальную школу и подавать заявку. Значит так, я хочу поделиться своими наблюдениями. Я два года работала в музыкальной школе, пока училась в консерватории в Минске, и расскажу вам о том, как вообще это происходит. Возможно, сейчас меня коллеги не совсем поймут, не совсем будут меня любить за это видео, но я хочу рассказать вам о том, вообще, как это всё проходит именно с точки зрения человека, который принимал вступительные экзамены в музыкальной школе. Значит, первое, на что вы должны обратить внимание, это понимать о том, что ребёнок, это не средство воплощения родительских каких-то несбывшихся желаний и несбывшихся целей. Поэтому, если вы хотите отдать ребёнка в музыкальную школу, нужно всё-таки с ним побольше поговорить и спросить, точно ты хочешь туда, точно хочешь научиться играть там на гитаре, на фортепиане, и только тогда его вести. Это первое. Второе, о том, что я понимаю, что все дети, когда за ними никто не следит, когда за ними никто не смотрит, когда они сами себе на уме, они ведут себя всегда естественно. Бывают дети очень артистичные, которые хорошо чистенько поют, всё прекрасно. И дома вы его просите, ну, вспомни, в лесу родилась ёлочка, он поёт. Но, когда вы придёте на экзамен, знайте, что он сможет показать на людях от 20 до 40% от своих каких-то всех умений. То есть, очень сильный фактор того, что ребёнок может испугаться, он может зажаться. Ну, вот, представляете, вот ребёнку 6 лет, он приходит, сядь какие-то тёти в кабинете, на него смотрят, и такие, ну, давай. Понятно, что ребёнок может потеряться, он может испугаться. То есть, подготовьте ребёнка морально, возможно, проведите какое-то пробное, пригласите там соседку, может быть, каких-то родственников, чтобы он потренировался с чужими людьми, не бояться демонстрировать какие-то свои способности. Потому что, действительно, были такие случаи, когда я сидела в комиссии, переходил ребёнок, он нас видит, у него глаза вот такие по 5 копеек, и мама ему говорит, ну, давай, спой. А у него ступор, он не может даже рот открыть. Ну, вот, то есть, такое бывает. И этот момент ужаснейший. Мама начала кричать на ребёнка. То есть, давай, дома всё получалось. Ну, это, конечно же, особенности воспитания. Я не имею права вмешиваться в чужое воспитание, но мне кажется, что это не совсем правильный поступок. Ребёнок испугался. Нужно к этому относиться с пониманием. И знаете, что педагоги сами с пониманием к этому относятся, потому что у нас тоже есть дети, мы работаем с детьми, мы знаем, да мы сами можем в какой-то стрессовой ситуации, так сказать, впасть в ступор. Вот. Значит, что-то перепутать. Всё остальное. Поэтому имейте это в виду. И лучше готовиться, там, зная не на 100%, а на 120%, чтобы был какой-то шанс. Следующий пункт, третий, это то, что если вы живёте в каком-то оживлённом районе, и, допустим, у вас музыкальная школа одна на город, или это какая-то очень маленькая музыкальная школа, то, к сожалению, тут всё-таки связи будут иметь вес. Да, я понимаю, где я живу, но нет, связи не в том плане, что вы придёте, там, подарите подарочек в конвертике, а именно связи в том, что, там, допустим, кто-то, бабушка-дедушка, там, посоветовали, там, что-то сделали, там, соседка-соседка. То есть, если вы пришли, допустим, сдавать экзамен, и у вас было 20 детей, и вы адекватно видите, что ваш ребёнок лучше, чем, там, Маша какая-нибудь, но Машу взяли, а вас не взяли, это может быть, потому что Маша была, я не знаю, дочкой учительницы по баяну, и она просто её взяла в музыкальную школу. То есть, имейте в виду, что это может быть, и не надо от этого огорчаться и нервничать. Поэтому, если у вас в вашем городе несколько музыкальных школ, допустим, музыкальная школа и школа искусств, подавайтесь сразу же в два заведения, потому что, если не туда поступите, так туда поступите. К чему я это сказала? Потому что у меня был действительно такой конкретный пример, когда мы сидим, ну, принимаем деток, вот нам приходит человек и говорит, вот этих троих детей мы должны взять 100%. Почему? Потому что. Вот. Так, я не знаю, у меня, надеюсь, не посадится это? Что это сказать? Ну, это было в музыкальной школе, а не в колледже. Ладно. Ладно, хорошо. Дальше. Что по поводу вступительных экзаменов? Часто. Что вообще нужно? К чему нужно быть готовым? Значит, первое. Понятно, что в каждой музыкальной школе свои требования. Но основные требования, основные требования это спеть песню, простучать ритм, и, возможно, вас протестируют именно на ладовый слух. Но вот именно два вот этих вот фактора, простучать какой-то ритм, то есть вам стучат раз, и ребенок должен это повторить. Этим вы можете позаниматься с ребенком самостоятельно дома. Вот, допустим, сейчас я вам настучу какой-нибудь ритм. Очень простой. И ребенок повторяет. Или там что-то такое. И ребенок повторяет. Второе – это спеть мелодию. Если вы, допустим, готовитесь самостоятельно, открываете YouTube, включаете какую-нибудь детскую песенку, и пусть ребенок поет с этой детской песенкой. Повторяет слова, повторяет мелодию. Либо включаете караоке, и пробуйте, чтобы ребенок это все спел. Но лучше всего, конечно же, подойти в музыкальную школу вот прямо сейчас, если вы хотите. Вот прямо вот завтра. Подойти в музыкальную школу либо к заучу, либо вообще к какому-то преподавателю фортепиано, и попроситься к нему на консультацию. Вот прямо на консультацию. И сказать, вот посоветуйте нам что-то вот прям по-человечески. Просто помогите. Я думаю, что 5-10 минут вам этот педагог очень просто сможет уделить. Ко мне тоже подходили по сольфежью, говорили, Валентина, подскажите, что это кафе без вопросов. Вот это, это, это и это. Ну, то есть, в каждой музыкальной школе какие-то есть свои законы и свои вопросы. Дальше. Очень частый вопрос, который мне пишут. Вот я же, кстати, недавно видела. Девочке 14 лет, и она хочет поступить в музыкальную школу, и мы понимаем, что 14 лет, но это уже... 14 лет, это уже довольно-таки взрослый возраст. И смотрите, почему не берут взрослых учеников? Во-первых, потому что, конечно, со взрослыми немножко посложнее, в том плане, что когда ребёнок, с ним легче заниматься, и ты понимаешь, что ты с ребёнком пройдёшь всю программу, то есть все 7 лет обучения на фортепиано. Поэтому стараются брать деток именно 6-летних, там 7-летних. 7 лет уже, ну, не знаю, как 7 лет, обычно 6 лет берут. Но, смотрите, вы тут можете... Как сделать? Вы можете прийти в музыкальную школу и очень сильно попросить. Просто поговорить, потому что бывает такая частая ситуация, о том, что берут 20 детей, которым по 6 лет, и до 7 класса их остаётся 4 человека. Вот когда я училась в музыкальной школе, я помню, что нас брали там 20 детей, а на выпускном классе нас было 3 человека. Понимаете, да? К концу очень маленькая выживаемость. Вот, поэтому, возможно, вас возьмут на какое-то чужое место. Понятно, что вы не сможете поступить в музыкальный колледж, вы не сможете поступить в консерваторию, но если вы занимаетесь для себя, то это неплохо. Если у вас есть желание, вы можете поговорить либо в музыкальной школе, либо в колледже искусств. Это вполне нормально. То есть, ну, тут, конечно же, ещё зависит от директора, от зауча, потому что всё-таки есть такая какая-то бумажная, там, какие-то там документы. Я точно не помню, но что-то там не в порядке с документами. То есть, ребёнок должен пройти 7 лет обучения, что-то там. Но могут пойти навстречу. То есть, бывали такие случаи, когда вот, конечно, можете приходить и учиться. То есть, здесь ничего такого нет. Просто пробуйте, просто придите, поговорите. Вот я, кстати, поняла в последнее время о том, что много наших проблем решают просто поговорить. Тут у меня закончилась память. Но скажу одно, что в любом случае всегда нужно идти и разговаривать. Не бояться для своего ребёнка найти лучший вариант. Ведь это образование и будущая вторая школа или как вторая жизнь вашего ребёнка, где он будет проводить стабильно ну, 8-10 часов в неделю. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я всё читаю и на всё буду отвечать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok